Приветствую вас, Мария. Вы спрашиваете, значит, вы пишете, позаведуете, как правильно быть. Как правильно быть, чтобы что? Что по итогу вы хотите? У вас есть жизненный план. Этот жизненный план, он, значит, предполагает, да, предполагает то, что у вас ипотека, ремонт, то есть вы идете как-нибудь определенным образом по жизни, по своей. У вас есть жилье, в которое вы собираетесь, ну, в которое вы собираетесь вкладывать. И не очень понятно здесь мне, почему мужчина предлагает вам снимать квартиру, если у вас уже есть жилье. Или вы имеете в виду, но когда будет ремонт, вы не сможете там жить. То есть вот вы говорите, что вы пишете в своем тексте, что предлагаю подождать, когда дадут дом. То есть вы имеете в виду, что это значит, что это значит дадут дом? Дадут дом, это означает, что начнет ремонт там или что? Это как бы тут не очень понятно. Но в любом случае, мне думается, что до встречи с мужчиной у вас был какой-то вот свой план, я так подозревал. И соответственно, если у вас вот план какой-то был, то наверное, наверное, подчеркиваю, наверное, наверное, этого плана и нужно придерживаться. Потому что, ну, довольно странно будет переходить к молодому человеку, да? То есть если вы в этом не уверены сами, то есть мне видится ситуация, мне видится вот такой. То есть если вы там, к примеру, уверены в себе сами, если вы хорошо относитесь к молодому человеку, потому что, ну, как бы ничего, пока что вот ничего вообще не указывает на то, что между вами есть любовь, да? То есть пока что вы не говорите, что вы любите его, вот, вы не говорите о том, что он вам в любви признается, вот. То есть этого ничего вы не говорите, по сути. То есть у меня такое ощущение, да, вот, ну, возникает, возникает у меня такое ощущение, возникает, что вы не знаете, какое решение вам принять, и на нас, значит, пытаетесь перебросить ответственность за свою жизнь, вот. Мне не кажется, что это хорошая идея, потому что решение все-таки нужно принимать вам, по моему мнению, вот. Поэтому лучше определить, лучше определить, что конкретно вызывает у вас, да, противоречия. То, что мужчина, например, там, не вкладывает в вас, допустим, деньги. Что-то мужчина не делает ничего для вас, вот. Или, значит, соответственно, может быть что-то еще. Вот. То есть это вот такой момент и, соответственно, такая сторона. Вот. Это если по факту говорить. Дальше, значит, вы спрашиваете, Альфонс ли молодой человек или нет. Он не похож на Альфонса, здесь я согласен. С коллегой. Вот. На Альфонса человек действительно не похож. Потому что, если бы он был Альфонсом, да, он бы вообще ничего не вкладывал бы в вас. А так он все-таки предлагает у нас квартиру по талам, да, и идут, соответственно, тоже по талам. То есть пока говорить о том, что он Альфонс, ну, нет возможностей. Нет ничего, что демонстрировало бы, что факт, что он Альфонс. Вот. Дальше. Идем. Так, значит, знакомые три месяца познакомились на работе. С учетом того, что вам 30 лет, я, Мария, думаю, что вы уже пытались, ну, выстраивать отношения. Я думаю, что вы уже выстраивали какие-то отношения, я так полагаю. Вот. А, ну, у вас, вот, скорее всего, не получилось. Вот. Только у вас были какие-то, видимо, проблемы с этим, ну, вот, с тем, чтобы выстроить отношения. Вот. Если это так, если это действительно так, то работать, работать, в первую очередь, нужно именно вот с данным аспектом. Это важно. То есть, как вы выстраивали отношения, что не получалось при выстраивании отношений. Конкретно. Конкретно. Конкретно у вас. Это, это нужно исследовать. Потому что 30 лет на работе люди знакомятся, ну, не от хорошей жизни. И мне кажется, что не от хорошей жизни начинают с этими, ну, с партнёрами вступать в отношениях. Вот. То есть, как бы, я так думаю, я так, вот, мне так ситуация видится. Вот. Я вам её не навязываю, конечно. Но мне так вот представляется. Дальше, значит, летом часто оставался у меня на неделе, и на выходных из еды никогда ничего не скупал. Интересно, что Мария Риджи зашла в вас сразу про еду. А нужно было ему покупать еду? Ну, никакая была необходимость ему покупать еду. Если вы имеете в виду, допустим, что он вам ничего не дарил. Если вы имеете в виду, что он вам ничего не покупал, не дарил никаких, там, подарков, к примеру. Вот. Это важно. Это важный момент. Это важный момент. Это действительно важный момент. Что если вот человек, да, он вам, да, вот для вас, он ничего не делал. Вот. То есть не было с его стороны никакого, как бы, ну, элементов ухаживания, скажем так. Но это вопрос, опять же, скорее, к вам. Это вопрос к вам. Почему и как так вот получилось, да? Как такое слово? Что вот вы, значит, позволили мужчине, да, вот так к себе относиться. Вот. Ну, ибо ведь есть же у этого причины, правильно? Вы же не продемонстрировали ему, например, холодность свою, когда он вам ничего, например, не дарил, не приносил, не покупал. Дальше. Сейчас предлагается снимать квартиру пополам рядом с работы, да, тоже пополам. Ну, опять же, многое здесь зависит от ваших отношений. Почему он предлагает, каков контекст его предложения. Вот. Меня интересует, как психолог, как психолог, да, меня интересует контекст. В каком контексте мужчина вам предлагает вместе снимать квартиру. То есть, если это контекст, например, дальнейшего развития отношений, если это контекст такого типа, то это не так плохо. Но если это что-то решил, что-то другое, либо если вы не уверены в человеке и хотите его лучше узнать и проверить, то согласятся, конечно, и что на это. И здесь у меня только вопрос к вам, да, вы, ну, неужели вы вот сами не определитесь, как вам и что делать? То есть, вас что напрягает больше всего, что пополам снимать квартиру и что пополам еда, или что вас из вашего жилья предлагают выйти? Дальше. Дальше. У меня ипотека и ремонт сделали через весну, и я предлагаю подождать, когда дадут дом. В общем-то, разумно. Он отказывается хочет все сразу и сейчас. А почему? То есть, какой у него аргумент? Какие у него аргументы в данном случае? То есть, мне кажется, что, ну, нужно вытаснуть человека, да, нужно понять, собственно говоря, точку зрения человека. Вот, нужно понять, что вообще, вот, что ему, почему ему так важно, чтобы вы, ну, чтобы вы были из его квартиры. То есть, вы не приводите ничего, вы не описываете себя, а его аргументы. Вот. Понятно, что он не может просто взять и там вам сказать, давай вот будем жить все вот с сегодняшнего дня, мы будем жить в моей комнате там, да, пополам и так далее. Вот. Это понятно. Понятно, что так не может быть. Но важен контекст. Ах, контекста я не вижу. Само по себе это предложение, оно странное, само по себе странное, что мужчина отказывается. Вот. Но я уверен, что у него есть, чем объяснить свою точку зрения. Дальше. Либо это просто каприз, либо это страх какой. Мой ЗП, моя ЗП больше его на десять тысяч рублей после уплаты ипотеки. Слышу и думаю, заключает ли сегодня договор найма жилья. Зачем мне все это надо, тратить деньги в воздух, когда у меня долг на ипотеку на девять лет? Ну, это вам решать. Это два решения. Опять же, я не очень понимаю, почему вы пишете заключать ли сегодня договор найма жилья. Почему вы заключаете договор найма, если это, как бы, ну, идея мужчины. Мужчина, это идея мужчины. Вот. Мне лично это представляется странным немного. То есть, если идея принадлежит вашему мужчине, то почему вы заключаете договор, ну, договор найма жилья. То есть, если вы сомневаетесь в мужчине, вот хороший способ его проверить. Значит, пусть он заключит договор найм, пусть он все сделает, пусть квартира будет оформлена на его имя. И, соответственно, вы будете вносить половину стоимости. Ну, вот. Мне видится, мне видится, так, такой, такой, такой истории. Это, ну, на мой взгляд, это прямо вот, как бы, ну, справедливо. На мой взгляд, это справедливо. На мой взгляд, это может обезопасить реально вас. То есть, это прямо может вас обезопасить. Вопрос только заключается в том, опять же, хотите ли вы этого. Ну, так хотите, интересно ли вам это. Чтоб так было. Дальше, так, зачем мне все это надо, тратить деньги в воздух, если у меня долг на ипотеку на 9 лет. Ну, это, конечно, безусловно, не надо. Это, а, опять же, здесь можно предложить мужчине такой момент, что, к примеру, у вас ипотека. И ипотеку объективно нужно выплачивать. Поэтому пусть мужчина, например, оплачивает вам ипотеку, часть ипотеки. Вот. Или часть, или ипотеку. Или ту сумму, которую вы будете платить за квартиру. Вот. А вы будете платить два продевания в квартире. Если все это делается в контакте того, это будет с вами. Ну, и все. То есть, нужно учитывать свой и его интерес. А у меня нет такого ощущения, что вы учитываете свой и его интерес. Нет такого ощущения. Нет такого ощущения, что вы учитываете свои интересы. Нет такого ощущения, что вы вообще отделяете четко достаточно свой интерес и его интерес. Нет такого ощущения, к сожалению. Поэтому, у вас трудность. Вы не отграничиваете, судя по всему, вы не отграничиваете себя и другому человеку. У вас нет личной границы от вас. И боитесь близости, боитесь сближения. Когда предложил ему оплачивать КВ, он отказался. МВП его не позволяет вылить. Если будет более оплачиваемая работа, он будет платить. Не очень понял. Не очень понял, что вы имеете ввиду. Вот здесь. Какую КВ оплачивать вы приглашили ему, если он изначально говорит, что попала? Вот. То есть мне кажется, что у нас отношения еще такие достаточно незрелые. Для того, чтобы быть местом. Мне кажется, вы в этом смысле как-то торопитесь. У вас нет чувств, у вас нет желания что-то делать для, допустим, друг друга. Вот. Вы уже чувствуете себя, как будто бы, знаете, использованный, да? Вот. И это все, в общем-то, не может на вас, я уверен, не влиять. Поэтому подумайте, вот, если вы сейчас чувствуете себя, допустим, жертвы, вы боитесь, что вас используют. То есть вы чувствуете, например, что вас используют. А где и как вас используют? Вот по вашему мнению, да? Где и как вас используют? В чем надо использовать? Сейчас вот подумайте и уберите. Если вы считаете, что где-то вы делаете там, допустим, ну не знаю, больше, чем нуль. Вот. Вот. Вот это все. Вот, в принципе, и вся история. Вот. Что мне... Ну, что мне видят, по крайней мере. Дальше. Так. Получается, я буду готовить, убирать, покупать еду, оплачивая жилье? Нет. Почему? Он же сказал, что еда пополам. Пополам. Почему вы будете оплачивать? Почему вы будете покупать еду? Я не очень понимаю. Почему вы будете оплачивать жилье? Он сказал, что пополам пополам. Если вы не готовы пополам покупать еду, если вы не готовы пополам оплачивать жилье, оплачивая еще и, соответственно, свою ипотеку, то делать этого не надо. Не надо. Вот и все. Это очень просто. Но у вас почему-то это проблема. Вы знаете, как правильно быть? Нельзя правильно быть. Нужно исходить от своих интересов. В данном случае. А вот почему вы свои интересы не можете защитить? Почему вы здесь, так сказать, плаваете? Почему у вас здесь какая-то, ну, какая-то неуверенность в себе, какие-то сомнения? Вот. Это вопрос, на мой взгляд. Понимаете? Понимаете? И вот с этим вопросом, с этим вопросом, нужно разбираться. С этим вопросом нужно разбираться и работать. Вот. Вот и все. Ну, так примерно обстоят дела, потому что я не сказал что-то нового для вас. Я не сказал чего-то уникального для вас. Но, почему-то для вас это не работает. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Определите свои интересы, так будет проще. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше. А вы знаете, есть несколько моментов, которые я хотел бы вот у своей коллеги, Марины Голиковой, значит, сказать. Да, ладно. Марины Голиковой, по сути, говорит о том, что у вас отношения проще. Готовы ли вы к таким отношениям? И ради чего на такие отношения? Вот. Что нужно. Понятно. Дальше уже будет видно. Удачи вам. Всего самого доброго. Надеюсь, что ситуация разрешится наилучшим образом.